В полномасштабной войне России в Украине дрейфующие морские мины стали серьезной проблемой для гражданского судоходства в Черном море. Три месяца назад, например, подорвалось торговое судно, которое шло под флагом Панамы. Угроза наложила отпечаток и на рыболовный бизнес. В частности, румынские рыбаки взволнованы и призывают власть разместить противоминные военные патрули вдоль побережья. С того момента, когда началась война в Украине, рыбаки очень напуганы. Были случаи, когда рыболовецкие суда и маленькие лодки, мелкие рыбаки находили мины в море и сообщали властям. Рыбаки признаются, теперь выходят в море с опаской. Кто-то перестал работать ночью, потому что нет радаров, обнаруживающих боеприпасы, а некоторые вообще свой бизнес закрыли. Не могу сказать, что я не боюсь. Кто не боится мины? Скажем, ты не погибнешь, но оборудование. Что случится? Вы потеряете все, над чем работали целую жизнь. Учитывая постоянную угрозу для гражданских кораблей, черноморские страны удвоили усилия по разминированию. За два года войны было обнаружено и уничтожено 98 взрывных устройств. Сейчас, неподалеку порта Констанца, ставшего важным транзитным центром для украинского зерна, продолжаются учения. В них принимает участие один из двух новых минных тральщиков. Судно Румыния приобрела у Великобритании. Десять лет назад мы только тренировались на учебных минах в Черном море. Но уже более двух лет опасность реальная. В регионе нашей ответственности появилось очень много дрейфующих мин. Другой тральщик находится на боевом дежурстве севернее, в сторону украинского Измаила. За два года в этом районе обнаружено и обезврежено пять дрейфующих боеприпасов. Судно имеет передовую гидролокационную технологию, которая может сканировать практически полторы тысячи метров перед ним и 200 метров вглубь. Корабль оснащен системой, какой у нас не было раньше. Это новая способность военно-морских сил, дополняющая дноуглубляющей работы. Их мы выполняем с морскими земснарядами, миноискателями, которые могут обнаруживать, классифицировать, идентифицировать и нейтрализовать мины. Пока обезвреживание боеприпасов выполняет команда водолазов-саперов. Со временем для этого будут привлекать дистанционные устройства. Экипаж констатирует, работы по разминированию хватит надолго. Эти мины, я считаю, будут нести опасность еще длительное время, даже после завершения конфликта. Если вы помните, у нас в Черном море еще есть исторические мины времен Второй мировой войны. Аналогичные минные тральщики Черкасса и Чернигов имеет также Украина. Они находятся в Великобритании, но присоединиться к очищению Черного моря от взрывчатки пока не могут. Турция не пропускает их через Босфор. Сейчас их команды тренируются выполнять задания по стандартам НАТО. И после войны смогут присоединиться к коалиции членов Альянса Болгарии, Румынии и Турции по разминированию Черного моря.